Сегодня во дворце Гелюстан состоялась церемония закладки фундамента Карадахской солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт, которая будет построена в Азербайджане компанией Маздар Объединенных Арабских Эмиратов. В церемонии принял участие президент Ильхам Алиев. Назвав сегодняшний день знаменательным в энергетической сфере страны, президент Ильхам Алиев поздравил собравшихся и весь азербайджанский народ, отметил, что эта подстанция на 230 мегаватт как удовлетворит растущие потребности республики в энергии, так и расширит наши экспортные возможности. Выразив удовлетворение тем, что исполнителем этого крупного проекта является известная компания Маздар, обладающая богатым опытом в данной сфере, глава государства назвал это также показателем инвестиционной привлекательности Азербайджана как надежного партнера, подчеркнул, что капиталовложение в ненефтяной сектор является для нас одним из приоритетов. Остановившись на экспортном потенциале и перспективах нашей страны в области электроэнергии, президент Ильхам Алиев отметил высокий уровень двусторонних отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые представляет компания Маздар. Напомню, что в январе совместно со знаменитой компанией Аквапауэр из Саудовской Аравии был заложен фундамент ветряной электростанции на 240 мегаватт. Рассказал о других реализуемых в сфере электроэнергии проектах, выразил уверенность, что в следующем году эти дополнительные генерирующие мощности будут включены в нашу общую систему. И это всего лишь начало, так как развитие видов возобновляемой энергии приоритетный для нас вопрос, над которым мы работаем долгие годы и сегодня видим реальные результаты. Коснувшись значительного потенциала Азербайджана в области возобновляемой энергии, глава государства отметил, что именно поэтому ведущие энергетические компании мира сейчас очень заинтересованы в сотрудничестве с нашей страной в этой сфере, выразил уверенность, что в ближайшем будущем мы запустим новые проекты. Отметив, что большой потенциал представляет освобожденное от оккупации территории, глава государства сказал, что уже сделанные точные расчеты показывают, что производство солнечной и ветровой энергии может достигать порядка 9-10 тысяч мегаватт, предпринимаются шаги, ведутся переговоры с БИПе о строительстве солнечной электростанции мощностью более 200 мегаватт. Выразив уверенность в успешных переговорах, президент Ильга Малиф отметил, что интерес к региону проявляют и другие крупные компании. Останавливаясь на масштабных разрушениях и последствиях армянского вандализма за 30 лет оккупации, глава государства подчеркнул, что только в Киарбайджарском и Лачинском районах разрушено более 30 гидроэлектростанций. Говоря о проводимой на освобожденных территориях широкомасштабной работе, президент Ильга Малиф привел конкретные цифры, отметил наличие большого потенциала для создания солнечных и ветерных электростанций. Касаясь зарубежных рынков, которые находятся за пределами наших границ и в Европе, наличие большого спроса, растущего внутреннего спроса, президент Ильга Малиф отметил увеличившиеся за годы независимости населения страны, нашу растущую промышленность и экономику, назвал конкретные данные. Все эти успехи достигнуты в постпандемический период, сказал глава государства, подчеркнув, что Азербайджан одна из стран, у которой внешний госдолг на очень низком уровне, всего 7 миллиардов 400 миллионов долларов. Если мы захотим, мы можем обнулить этот долг в течение одного дня, заявил президент Ильхам Алиев, отметив большой интерес к Азербайджану, международных финансовых институтов, крупных компаний и инвесторов. Подчеркнув, что наша политика заключается в обеспечении дальнейшего стремительного и устойчивого развития Азербайджана, в первую очередь восстановления освобожденных земель, глава государства сказал, что это аксиома. Ни одна страна не может развиваться без электричества. Добавил, что в Азербайджане есть богатые месторождения нефти и газа, и они успешно эксплуатируются и разрабатываются. Говоря о наличии современной транспортной, коммуникационной и энергетической инфраструктуры, связывающей нас с экспортными рынками, о сильной политической воле, президент Ильхам Алиев отметил тесные партнерские отношения практически со всеми странами мира, друзей, одним из которых является Объединенные Арабские Эмираты. Президент Ильхам Алиев пожелал успеха в строительстве станции и выразил благодарность компании «Маздар» за проявленное к нам доверие и запланированные большие инвестиции, уверенной, что в ближайшее время мы вместе отпразднуем открытие этой станции в Городахе. Выступивший затем министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейл Аль-Мазруи отметил, что его страна – близкий друг Азербайджана и сегодня наши связи становятся еще крепче. Подчеркнул, что для них большая честь взаимодействия с нашей страной выразил президент Ильхам Алиеву и Азербайджанскому государству благодарность за оказанное доверие компании «Маздар» и Объединенным Арабским Эмиратам в реализации проекта. Отметив, что эта компания работает в более чем 30 странах и их цель – применить технологии солнечной энергии во многих государствах, министр сказал, что у наших стран схожие цели в области увеличения мощности в сфере возобновляемой энергии до 30% к 2030 году. Сообщив, что его страна и компания «Маздар» намерены продолжить прямые инвестиции и поддержку Азербайджана в реализации широкой повестки относительно чистой энергии, гость отметил, что они изучат возможности для дальнейшего укрепления партнерства. Выразив благодарность за стратегическую позицию и определенные главы азербайджанского государства планы, Сухейл Аль-Мазруи сказал, что совместными усилиями мы продолжим реализацию проектов, связанных с чистой энергией, для построения еще более зеленого и устойчивого будущего. На церемонии был продемонстрирован видеоролик о проводимой в Азербайджане работе в сфере возобновляемой энергии. Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейл Аль-Мазруи заложили фундамент станции. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ